Друзья, всем белка, с вами Катя Бельщик и я рада видеть вас на новом видео. Сегодня у нас обзор постного меню вкусвилл. Почему я так медленно сказала, я не знаю. Чем мне все это было навеяно? Я, как логичная футблогер, часто выкладываю свою еду в инстаграме. Всегда выкладываю свою еду в инстаграме. И у меня очень много запросов в стиле О, вот это так вкусно, блин, а у меня пост, блин, я так хочу, но я не могу, у меня пост. Очень много людей мне это пишут. Кстати, напишите в комментариях, поститесь ли вы. Посмотрим статистику. И я как бы такая, что я сделать-то могу? Это же как бы ваш выбор, я же вас не заставила поститься. Ну, тогда можете нажать, не показывать эти сториз там на время поста. Я ничего не могу с этим делать, я продолжаю есть, я не пощусь, я этим не увлекаюсь, как бы все. Поэтому сегодня для вас я сделаю обзор постного меню из вкусвилл. Они активно очень поддерживают постящихся людей, как я всегда вижу, вводят кучу новинок. У них есть специальная наклейка постный продукт. Вы как раз-таки можете ее увидеть и уже купить себе все, что угодно. Там очень большой выбор, как сладкого, так основной еды. Можно каких-то снеков понаходить. В принципе, что веганское, что постное, они очень поддерживают. И сегодня я хочу для вас сделать обзор, что из этого вкусно, что вообще не очень достойно вашего внимания. Я, конечно, понимаю, что в условиях ограниченного выбора продуктов, так как при вегетарианстве, да, там, отказе от мяса и всякое такое, выбор ограничен, поэтому, в принципе, порой даже веганский сырок может показаться ок. Кстати, смотрите выпуск здесь про веганский сырок. Но я, опять же, со своей позиции, так как я много всего жизни уже попробовала, хочу просто вам рассказать, что вкусно, а что нет. Сегодня у меня здесь 5 позиций. Мы уже их подогрели, кто-то подогрел салат, я не буду показывать, блин, пальцем, потому что он подумал, что это еда основная, а не салат. Табуле с киноа. Угу, я, кстати, как-то готовила салат табуле, но здесь это очень все крупно нарезано. Какой-то соус у нас. Далее у нас идут блинчики с вами постные со смородиновым соусом. Вареники с яблоком и клюквенным соусом. Интересненько. Полба с тыквой. И вот этот вот многострадальный салат Евразии. Я так поняла, что он у них очень популярен. Я в инстаграме видела, они прямо писали, уху, мы вернули салат Евразии. И люди такие, уху. Значит, это что-то вкусное? Предположительно, да. Сегодня мы с вами все попробуем, посмотрим по составу, я все расскажу. И, главное, оценим вкус. Давайте начнем с салата табуле. Надеюсь, не табуле, а то сейчас неправильно скажу. В принципе, свежие овощи, типа айсберг, перчик болгарский, помидор. Плюс огурчик, все здесь потекло, конечно, уже, а куда деваться. И сама кинула. Соус у нас заявлен из свежей зелени. Здесь лимончик, всякая там петрушка, укропчик, соль, перец. Ну, такое, в общем, прям максимально ппшное все. Всего 118 калорий у нас в этом салате. Представляете, это вообще ничто. А постящиеся это как веган? Да, по сути, да. То есть, типа нет ни яиц, ни молока, ни мяса, да? Да, животного происхождения кихпозубки. То есть, веганы это вечно постящиеся. Ну, грубо говоря, да. Только по другим соображениям. Это по религиозному, а это по каким-то поэтическим, по-разному. Прям соус зеленый при зеленом. Мне нравится. Не знаю, вот что они задумали под удобством этой упаковки, потому что я вся уже изгрызалась. Масле соуса. По стоимости я же вам не сказала. У нас же классический вкус, который наживается на людях, которые не едят мясо. В общем, вот эта штуковина 130 рублей стоила. Посмотрите на объем. 130 рублей. 150 грамм здесь. Ну, допустим. Вот реально 150 грамм. Можешь взвесить? Просто помидор это вообще прям очень мало. Да, реально 150 грамм. Здесь просто такой как бы воздушный салат айсберг получается. Один помидор черри на весь салат. И шарунка, да? Кинула. Мне просто нравится использование такого огромного стакана для такого малого количества салата. Ну, предположу, чтобы я могла это перемешать, наверное. Все перемешала. Мне кажется, это можно было погреть. Пробуем? Я скажу так. Здесь нету какого-то насыщенного вкуса. Я ощущаю вкус травы. Вкус свежести. Мне это нравится. То есть соус здесь, он очень такой малозначительный, я бы так сказала. Просто по сути это зелень. Особо соли нет вообще никакой. Хочется это посолить. Здесь в целом неплохо. Я думаю, что это будет даже достаточно сытно, потому что здесь есть прям высокобелковая крупа. Кинула. Она вообще считается прям самая-самая топовая для тех, кто не употребляет мясо. Но по факту это достаточно просто. Прям вот слишком просто. Чего-то не хватает здесь. Свежесть такая присутствует. Да, из минусов здесь очень потекли все овощи, когда вот долго лежат такие салаты. Особенно огурцы. То есть если бы еще айсберг, помидор, перец, ничего. Но вот огурец здесь, он прям весь потек. Все это с жидкостью. Еще плюс этот соус какой-то, ну достаточно странный, я бы сказала, потому что он по сути без вкуса. Там просто зелень, лимонный сок и масло. Чуть-чуть перца написано молотого. Я его особо во вкусе не почувствовала. Как вариант рассмотреть можно. Но знаете, наесться такой штукой точно не получится. Вот если бы у меня был кусок грудки, и я бы рассмотрела это как гарнир к мясу, то вполне. А вот так вот взять, 130 рублей потратить, лучше какой-нибудь уж драник съесть, наверное. То есть как мы просто будем рассматривать это блюдо, как гарнир или как основной ваш перекус. Неплохо, неплохо. Прям неотвратно вот хочу сказать вам. Для постного сойдет. Да, вполне. Извините, мысли скачут, скачут, потому что вот сложно оценить, так как я все-таки мясо очень люблю. И вот эти вот все овощные штуки порой я теряюсь. Потому что я их расцениваю только в расчете вот к мясу. Можете меня простить. Я, если что, в своей жизни тоже, знаете ли, вегетарианство увлекалась 7 лет. Поэтому мне есть чем сравнить. Салат Евразия. Теплый салат Евразия. Слушайте, мы взяли его по скидке, потому что он, видимо, был один из последних. И он уже заканчивается, у него срок хранения. Надеюсь, мы не отравимся. Давайте прочитаем состав, который нам заклеили ценником. Я, кстати, купила со скидкой 66 рублей. Ну, очевидно, это 40% скидка. То есть стоил он нормально, так же как тот. Чечевица здесь будет. Горошек, морковь, зерна граната, зелень руколы. Все, что я пока что могу здесь увидеть. Тут и мята будет свежая. Перец сладкий. В общем, очень какой-то насыщенный вкус. Плюс будет соус. Опять же, просто из масла подсолнечного. Но, что интересно, с добавлением меда. Хочу сказать, пахнет тухлым. Есть вот кислинки этот запах. Или это просто запах чечевицы? Это запах вот этой зеленой херси. Слушайте, я прям отчетливо чувствую прокисший запах. Я вот прям рукол пытается перебить этот запах. Но, наверное, то, что он был по скидке, может, почему же не испорченные по скидке продают? Другого просто не было, мы не взяли. Ну, ладно, сейчас попробуем. Выглядит все достаточно прикольно. Такого я еще не видела в других магазинах. Здесь действительно чечевица. Это, ну, то есть, в отсутствии мяса, вот эта штука должна вас действительно очень насытить, я хочу сказать. Смотрите, здесь у нас... Спасибо, вы все заклеили. Потрясающе. Ну, кстати, не так много. 7 белков. 179 калорий. Не знаю, вот эта вот тема с тем, что они соус кладут прямо внутрь, мне как потребителю не могу сказать, что это шибко нравится, потому что я прям вся пачкаюсь пока, что это все открываю, а оно еще масляное, вытекает. Но при этом я осознаю, что если, например, они бы сверху это клали, и плюс там чем-то приклеивали, а-ля скотчем, да, у нас народу такое, могут вообще своровать соус, да, все может быть. Наверное, как бы правильнее класть внутрь, чтобы уж ничто не потерялось. Ну, опять же, либо это какой-то, мне кажется, должен быть отдельный отсек тогда в таре, да? Как ты вот считаешь? У них даже вот есть примеры с отдельным отсеком. Да, но вот здесь как-то это вот они прям положили, и мне как-то это неприятно. Я вот сейчас должна этот кускус сначала сверху снять. Че, пробуем? Слушай, прямо это опасность. Салат очень экстремальный, он не скис, ничего, здесь такое разнообразие вкусов, я не уверена, что оно сочетается. Ну, давайте разложим, да, по полочкам. Здесь чечевица, он, кстати, нормально, не жесткая, в целом даже такая мягкая, сварена, хорошо. Вкусный зеленый горошек, я очень люблю такой горошек, он такой, знаете, как бы из серии бланшированный, с ним не переварен, ничего. Гранат, допустим. Болгарский перец, кускус, хорошо, да, прекрасно. И все это залили соусом с медом. Очень какое-то все жирное еще, плюс получается, потому что здесь вот эти бобовые, они такие тяжелые, они все залиты еще плюс сверху растительным маслом. Крупа еще, такой сероколы, кстати, практически не ощущается, потому что ее здесь буквально три листочка. Мне кажется, может, ее просто для красоты положили. В целом, интересно, вот это я, наверное, рассмотрю уже прям как основное полноценное блюдо. То есть вот прошлый салат, это скорее аперитив. Здесь, наверное, вы этим полностью найдитесь. Я не знаю, вот мой желудок такую еду не очень любит. Особенно тут огромное количество, блин, чечевицы. Такое себе! Ну, прям реально странное сочетание. Если бы попробовали, не знаю, готовы ли были купить еще одну. Ну, если рассматривать, как человек, который придерживается поста, мы сейчас с этой стороны рассматриваем, да, все-таки. Вы насытитесь этим блюдом, да, и это, наверное, принесет какое-то разнообразие в вашу жизнь. Ну, хоть ненадолго, но принесет. Ну, первый салат мне понравился больше. Вот именно по вкусу, по сочетанию он был попроще. Здесь, на мой взгляд, перемудрили со вкусом. Он рискнул и попробовал это, сказал. Господи, я не знаю. Я больше не буду ничего пробовать из этого выпуска. Спасибо, Господи. Полбу с тыквой съем сама. Полба, тыква, все. Думаю, будет дико вкусно, конечно. Ничего больше не добавлено, блин. Е-мое. Мазик бы постного тогда, да? Кстати, постный мазик, но он вкусный. 140 калорий здесь, пирков 5,8. Паплик, кстати, приятно. Пловом пахнет, то, что хочу вам сказать. Здесь, получается, просто реально полба и тыква, все. В принципе, больше ничего не добавили. Ни какой-то там морковки, жареного лука. Ну, давайте посмотрим, потому что, мне кажется, это прям будет очень пустой вкус. Пахнет очень даже приятно, по сравнению особенно с предыдущим великолепным салатом, за которым все охотятся. Ай, ну серьезно, что это? Мешнейшие резиновые сапоги ем. Маленькие резиновые сапоги муравьев, знаешь, потому что, ну, кто очень может маленькие резиновые сапоги носить? Боже, я должен попробовать. Здесь как бы вкуса вообще нет. То есть, если вот про вкус говорить, тыква, я люблю, кстати, запеченную тыкву. Просто полба это отдельный вид искусства, я хочу сказать. Слушай, ну, полба это как шонка, да? Как перловка. Ой, как перловка, извините, перепутал. Просто попробуй, мне перловка это вкусно. Попробуй полбу, пожалуйста. Она на вид реально перловка. Просто на вид как перловка. А перловка круто приготовлена, это прям шильк. Это классное блюдо. Я сейчас буду... Не так, не настолько, конечно, как... Нет, у меня ощущение на зубах скрипа от резиновости этой полбы. По вкусу-то ничего так. Ну, ну, просто... Слушай, ну, по сравнению с предыдущим салатом, это просто боженька сам готовил. Ну, это просто как бы каша, все. То есть, это каша с тыквой. Ну, вот просто предыдущий салат, это дно. Ну, я бы не сказала, что... Это дно, это прям вот плохо. Знаешь, я поняла, что это похоже. Помнишь, мы в Бусфуде были и пробовали там салат с киноа и с красной рыбой, помнишь? Вот у меня такие же ощущения тогда были. Не знаю, прям вот этот салат плохо. Полба, ну... Ну, тогда будешь на завтрак, завтра есть полб. Если ее еще разогреть и яичком залить, и майонезику добавить. Нет, это факт. Но мне не нравится ее вот структура, текстура. Ну, она прям реально как резиновая. Ну, вот прям ешь, и вот на зубах вот это ощущение. Как будто ты, не знаю, кусок шины взял в рот. Ну, как бы я говорю, как есть. Может, она вот так и не есть, но я так говорю. Просто разбирайте меня на цитаты, называется. Что ты хочешь, первые блинчики или вареники? Давай вареники. Вареники. Вареники что-то вкусно. Ребята, ну, это же бомба. Вареники с яблоком и клюквенным соусом. Клюквенным соусом точно мне понравится. Тесто. Из чего же у нас состоит постное тесто? Мука, вода, масло, соль. Понятненько. В общем, кстати, состав очень натуральный. 250 калорий, если что. Ну, нормально. Вот. Ой, нормально. Слушай, кстати, пахнет вообще приятно. Здесь корица в составе. Яблоки с корицей. Ну, это прям беспроигрышный вариант. Честно сказать, никогда особо не ела ни свежие вареники и пельмени. В том плане, что купить уже готовые. Как-то привычно их сварить уже, да, наверное. Посмотрим, как это будет, когда это уже полежало вообще. Достойно ли оно вашего внимания. Это просто огонь. Вот по запаху это прям вот пирожок из Макдональдса яблочный. Еще с корицей. Даже не знаю, нужен ли здесь соус. Потому что они прям уже вот все сочатся. Вот эти яблоки вкусные. Может, соусу нужно, чтобы сдобрить тесто само. Давайте сначала попробуем так. Ой, вообще огонь. Сейчас попробуем соусы. Слушайте, прям раздят любимых. Абсолютно не ощущается, что это что-то постное. Соус очень в тему. Он с легкой кислинкой. Как раз-таки разбавляет вот эту приторность яблок. Сахар они туда нормально положили. Прям 10 из 10 для меня. Особенно после всех вот этих натуральных салатов. Вареники классные. Не знаю, есть ли вообще разница между обычными варениками и такими. Очень много начинки. Мне нравится форма. То, что они такие большие. Прям как пирожки такие. Или вареные чебуреки. Назовем их так. Мне понравилось. И соус очень вкусный. Такая просто натуральная перетертая клюква с сахарком. С сырниками такой соус бы отлично был. Десятка прям. Из-за того, что сегодня попробовали. На посту прям готово каждый день такое есть. И теперь у нас финал. Блины постные, смородиновые. У нас состав здесь вода, сахар, масло подсолнечное, соль пищевая. Ну, то есть, в принципе, как обычные блины, только без яйца. И без молока, соответственно. Как же это они так сделают? Это даже интересно. И снова натуральный соус. Просто черная смородина с сахаром. Это прям приятно. Я люблю такие вот штуки. Ну, блины вот прям резиновые опять же. Видимо, за счет того, что не добавили яйцо. Сейчас я попробую сначала просто. Ну, ощущается, конечно, что это тесто такое прям пустое. Попробуем с вареньем. Такое бы я больше не купила. Во-первых, они все очень сухие. Просто дико сухие. У них тут типа пористость присутствует. Но она какая-то вообще вся не такая. Постные блины это совсем другое. Прям вареники мне понравились. Соус приятный, но с клюкой вкуснее. Вы знаете, такие бы блины, наверное, мне особо советовало брать. Если уж хотите постные блины, наверное, лучше самим приготовить. В принципе, раз уж у них получилось, у вас дома на сковороде спокойно такое получится. И плюс они будут свежие. Вы также себе можете сделать ягодки, какие-то варенья, и будет вкусно. Я думаю, рецептов постных блинов просто тысячи в интернете. Нужно спокойно это приготовить. Но вот такие вот готовые я бы вам точно не советовала брать. Мы хоть их даже и разогрели. Вообще ерунда вот такие. Ну что, друзья, вот так вот мы сегодня с вами попробовали 5 новинок из вкусвела. Пишите ваше мнение, что вы пробовали, что вы не пробовали вообще. Паститесь ли вы, как я уже вас спрашивала в начале. Я надеюсь, что вам помог мой выпуск как-то определиться. То есть, что можно брать, что нельзя. Плюс очень понравились вот эти вареники. Я бы, наверное, даже их рекомендовала тем, кто не постится попробовать. Хотя, честно сказать, во вкусвеле в заморозке очень много вареников. Они реально классные. Не обязательно даже брать вот эти постные. Думаю, даже будет дешевле. Ой, кстати, про цены я вам не сказала. Блин, забыла. Сорян, сейчас скажем. Вареники вот эти стоят 120 рублей. Я думаю, это совсем невыгодно брать. Проще купить замороженные и уже сварить себе порцию. Потому что там будет, наверное, на 2 раза, а то и на 3. Пол бы стоило 135 рублей. Просто тарелка каши пустой. С тыквой, без масла, без всего вообще не могу. Ладно. Вареники стоят даже 160 рублей. Ребята, это блины 120 стоят. Вот блины за 120? Вот серьезно? Здесь тупо мука, вода и смородина. Самая дешевая ягода, мне кажется. Ну, потому что она, во-первых, у всех растет всегда на огороде. Не знаю, мне кажется, у всех морозилки просто битком этой смородины. 120 рублей за эту порцию. Это вообще того не стоит. Это невкусно. То есть, за джем отдать? Ну, такое себе. Не знаю. Нет, нет, нет. Вареники 160 дороговато, скажу честно. Но при этом здесь очень-очень много начинки. Опять же, если вы рассматриваете варианты прямо быстро где-то перекусить, на работе, на учебе, почему бы нет? Почему бы нет? Ну, а из сытного, думаю, надо еще исследовать, конечно. Вот, может быть, супчик какой-то попробую взять из постного, если вам нужно. Ну, салат Евразию я бы не рекомендовала. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если это так, поставьте пальчик вверх, напишите комментарий. Не забудьте написать комментарий. Нам это очень-очень важно. Вам не сложно. Все, мы с вами увидимся очень-очень скоро. До новых встреч. Всем белка.